У Гоголя есть такое выражение – архитектура – тоже летопись мира. Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Храмы Гатчины имеют каждый свой характер и свою историю. И чем больше я вижу различных соборов, тем больше понимаю, что каждый из них словно живет своей жизнью, отображая формами своими не только культурное своеобразие эпохи его родившей, но и внутренний мир и талант зодчих и иконописцев. Мы начали свою поездку с Павловского собора, построенного императором Николаем I в память своего отца, императора Павла. Пределы собора, собранные словно сноб свечей, венчаются густозелеными изумрудными маковками. Строгий, невероятно красивый, сегодня собор не дал нам запечатлеть свою красоту, потому что находится на реставрации и весь закрыт строительной сеткой. Поэтому мы едем дальше, в Мариенбург, район Гатчины, где в Егерской Слободе красуется уникальная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная по проекту проектор Академии художеств, академик архитектуры Давида Ивановича Грима в 1888 году. Проект утверждается лично Александром III, а церковь именуется Егерским придворным храмом в связи с переездом в Гатчину придворной императорской охоты. До сих пор стоят неподалеку от храма изрядно обветшавшие дома бывшей Егерской Слободы. Строительство храма велось под непосредственным наблюдением императора Александра III, сделавшего Гатчину своей любимой резиденцией. Утверждая в 1885 году проект, император сам указал место будущей церкви, оплатил ее строительство и украшения. Сама церковь похожа на праздничный пряничный домик, имея совсем не традиционное колористическое решение. Стены подсвечены томной охрой, детали декора солнечным желтым, а венчают ее аккуратные купола цвета голубики. Видно, что внешний декор храма тщательно продуман, и каждый завиток и каждая пилястра находятся на своем месте. Внутри храма когда-то был роскошный трехъярусный резной иконостас, изготовленный из тюбного дуба на петербургской фабрике Шредера. Сейчас же от былого величия осталась невероятной красоты фреска с Пресвятой Богородицей и богатая растительными орнаментами роспись порталов. Образа для иконостаса написал на оцинке талантливый московский иконописец Сафонов, который осенью 1888 года лично установил в иконостасе 24 иконы, написанные на золотом фоне масляными красками. Этот же художник исполнил два заалтарных образа. Роспись интерьера сделал в византийском стиле живописец Фишер. Завершим же мы знакомство с Гачинским благочением Покровским собором. В 1896 году купец Третьей гильдии Казьма Карпов предоставил для закладки храма деревянный двухэтажный дом. Строительство возглавил инженер Александр Александрович Барышников, автор знаменитого доходного дома на улице Марата в Петербурге, приложивший свою руку к открытию одного из первых российских фуникулеров в Киеве. К возведению храма подключился весь город, помогая кто финансами, кто строительными материалами. Первая мировая война и революция 1917 года помешали завершить отделку храма. Фасад собора оставался не оштукатуренным аж до 2011 года. Покровский собор – это самый большой храм в Ленинградской области, освященный в честь Пресвятой Богородицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова